Коллеги, добрейшего дня! Записываю маленькое видео, потому что писать ручками уже настолько надоело. И вообще, в век, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра, нужно пользоваться современными технологиями. Быстро, раз, два, три, все готово. Сейчас хочу поговорить с вами о том, как мы поливаем растения. Точнее, как вы поливаете растения в ваших садовых центрах. В этот понедельник Виктория Михайловна в садовом центре Дарвин-1 увидела, как огромный, практически двухметровый грузчик, такой вот прям, ух, брал маленькую леечку, и каждое растение поливал вручную. Даже вот такие растения в пластике он через верх поливал аккуратненько, тоненькой струечкой, нежно и заботливо. Как вы думаете, он правильно делал? Я думаю, что нет. И что самое интересное, его никто не остановил. То есть он бы так поливал, наверное, дня четыре. А потом те растения, которые он поливал в самом начале, они бы опять засохли, и он бы снова поливал. Согласитесь, работа зашибись. Просто великолепная. Здоровому парню ходить с леечкой и поливать. Итак, как мы должны поливать растения? Наши столы, в питомнике они примерно такие же, как и у нас, имеют бортик. Так, мы наливаем воду равномерно, примерно 2 сантиметра. Кто не знает, что такое 2 сантиметра, используйте пальцы. Два пальца – это вот примерно 2 сантиметра. То есть вода закрыла пальцы, и значит все хорошо. Растения оставляем на ночь, может быть на сутки, чтобы они хорошо напитались водой. И поливая так, мы будем получать все растения, будут политы равномерно. Когда мы поливаем здесь чуть-чуть, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, потом это растение не долили, кто-то перелил, у нас получается неравномерность. Давайте делать равномерно. Благо, столы у нас позволяют это делать. Конечно, есть отдельные растения, которые нужно поливать отдельно. Суккуленты, допустим. Может быть, не нужно их поливать каждую неделю, скорее всего раз в 2 недели. Но точно так же мы берем, наливаем воду на весь стол равномерно. Когда у вас вода примерно на 2 сантиметра покрывает поверхность стола, у вас не будут растения ни плавать, ни сухих мест у вас не будет. То есть, пожалуйста, делайте так. Второй момент. Растения крупномеры особенно. Да, мы можем их поливать сверху. Но опять же, это должен быть долив. То есть, мы поливаем непосредственно в горшок. В горшок поливаем столько, сколько нужно растению. Но если эти растения стоят на столах, то мы сначала залили все, а потом смотрим. Ага, здесь большое растение, оно не напиталось достаточно, мы сверху его еще польем. Итак, третий момент. Особенно всякая зеленуха, декоративно-лиственные растения, они требуют опрыскивания. Раз в неделю, если жарко у вас в торговом зале, два раза в неделю. Накачали опрыскиватель. Пожалуйста, прошли, полили, все опрыскали. Но именно таким способом не надо из лейки поливать сверху растение. Особенно, если оно стоит в такой вот пластиковой упаковке. Особенно, если это фиалки. Ну, я надеюсь, что фиалки вы сверху не поливаете. Следующий момент. А как нам избавиться от той воды, которая не впитается в растение? На удивление, мы продумали и этот момент. У всех, ну, я надеюсь, что у всех садовых центров есть краники снизу стола. Я только что проверил, и я приложу это видео чуть после того, как отправлю вот это видео. Есть краник. Если сверху налить воду, то вода уходит через него, и излишки воды, они уйдут. Берем ведро, открыли кран, слили лишнюю воду. Но, если вдруг у кого-то нету таких кранов, что мы делаем? Есть такой принцип сообщающихся сосудов. Если где-то стоит вода, и взять трубочку, опустить ее нижним концом, ниже этого уровня воды, то придав, так сказать, ускорение этой воде, она потечет. И она будет течь, 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 пока вся не вытечет. Что делают в питомнике? Они прекрасно знакомы с законами физики. Поэтому они берут трубочку, вот такую вот тоненькую, пожалуйста, тоненькая трубочка. И вставляют одним концом на стол. Потом, да, это немножко неприятно, но это все-таки вода, а не бензин. Кто-то, наверное, когда-то сливал бензин. Вот это неприятно, когда он попадает вам в лицо. Точнее, в рот. Берем, вот так вот. Ну, там воды нету, поэтому я не буду делать. Хотя, наверное, можно сделать. Это будет еще одно видео. Только ради вас. В питомнике есть бадья, где зимуют рыбки Пал Юрича. Немножко отсосу у них воды. Как вы видите, вот она трубочка, она внизу. Видите, ничего не течет из нее. А теперь... Волшебство! Вода потекла! Точно так же вы сливаете лишнюю воду. Втянули в себя, вода потекла, все прекрасно. Лишняя вода стекла. Итак, делай раз. Залей столы с растениями водой на 2 см. Делай два. Опрыской растения, которые нуждаются в том, чтобы их опрыснули, из опрыскивателя. И делай три. Слей воду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до встречи!